Моё сообщение, резекция почки при Т3А, всё не так плохо. До меня уже всё рассказали о эпидемиологии, о классификациях, о рекомендациях. Единственное, на чём бы я хотел остановиться, это опять же на клинических рекомендациях, которые говорится о том, что резекция почки рекомендуется при стадии Т1-Т2, в случаях, если размер и локализация опухоли позволяют выполнить органосохраняющую операцию. Множество исследований, которые опубликованы на сегодняшний день, исследование 2021 года, которое нам показалось тоже очень интересным, достаточно большой метаанализ, сравнение частичной нефректомии и резекции, как раз в плане сравнения у пациентов с почно-клеточным раком при стадии Т3А. Основными положениями этого исследования являются следующие, что рак почки является наиболее распространённой опухолью у взрослых, но вопрос о возможности выбора частичной нефректомии или парциальной нефректомии при Т3А остаётся достаточно спорным. В это исследование было включено с 2010 по 2020 год 9 больших достаточно анализов, сравнивалось канцероспецифическая выживаемость, общая выживаемость, канцероспецифическая смертность, безрецидивная выживаемость, осложнения и наличие положительного хирургического края. Таким образом, было включено туда 9 статей, общее количество пациентов 3391, 2113 – это радикальная нефректомия, 1278 – парциальная нефректомия. И результаты показали, что достоверной никакой разницы между этими двумя группами, в основных показателях, которые сравнивались, получено не было. Одним из самых больших исследований в этом метаанализе – это было мультицентровое исследование по ТЭЛЬС с авторами, которое проводилось в шести крупнейших медицинских университетских клиниках с 2002 по 2017 год, шесть учреждений, как я сказал, больше 8000 пациентов, и из них 929 пациентов, у которых локальная форма Т1-Т2 перешла в Т3А. Средний срок наблюдения – 48 месяцев, 73% – радикальная нефректомия, 26% – парциальная нефректомия. Размер опухоли не отличался, но отмечено, что при парциальной нефректомии снижение СКФ на 6,1 было гораздо выгоднее для пациентов против снижения при радикальной нефректомии СКФ на 19,4. Достоверными предикторами таких осложнений, как местный рецидив и хирургические осложнения, были увеличение показателя по шкале Ренал, клиническая стадия и наличие положительно-хирургического края. Но было показано, что как раз вид хирургического вмешательства, резекция почки, либо нефректомия никак на это не влиял. Выводами этого исследования являлось то, что использование резекции почки в настоящий момент, конечно, отстает от использования радикальной нефректомии. Парциальная нефректомия или резекция почки не влияет отрицательно на риск рецидива при повышении стадии ДТ3А, но обеспечивает гораздо большую функциональную пользу для пациента. И принятие решения о выборе в пользу резекции почки с риском повышения стадии ДТ3А должно быть индивидуальным и обусловлено не только онкологическим, но и функциональным риском. Я хочу обратить внимание еще раз на то, что все эти 9 исследований в этом большом метаанализе, они все были ретроспективными. Потом еще остановимся на секундочку, почему это важно. Что мы как хирурги можем предложить в этой ситуации для совершенствования этого вопроса? Конечно, нам в пользу сейчас современные просмотрщики КТ-грамм, в которых мы можем уже делать так называемую 3D-модель. Мы можем делать 3D-планирование, где мы не только можем смоделировать расположение опухоли, но и как будет выглядеть граница резекции, дно резекции при этих операциях. Появились публикации уже о 3D-печати, когда мы можем не только смоделировать расположение опухоли, но и уже смоделировать саму операцию, как она пройдет, где будет расположена опухоль, какие структуры могут быть затронуты в результате этой операции. Также нам стало интересно, как же все-таки обстоят дела у нас с этим вопросом, потому что раньше как-то не задавались мы этим вопросом. 350 операций мы насчитали с момента последнего года с небольшим за этот год. Из них я имею в виду операции при локальной форме Т1-Т2. Из них резекции почки 226, нефректомий 124, преобладание лапароскопической методики над открытой. Так вот из этих 350 случаев у нас было всего лишь 26 случаев повышения стадии до Т3А. Почему я обращал ваше внимание, что все эти исследования ретроспективны? Потому что всего 3 пациента, это меньше 1% в нашей статистике, это были пациенты, у которых стадия Т3А предполагалась на момент дооперационного обследования. Насколько часто встречается это в вашей практике, мне тоже было бы, конечно, интересно узнать. Но вот эти 3 случая, они очень хорошо запомнились. Особенно одна женщина, это была моя пациентка, я ее точно помню хорошо. Это врач, которая сама обратила наше внимание и нас сконцентрировала, что она не хочет делать резекцию почки, а потребовала, чтобы ей сделали нефректомию. Когда мы ей предложили резекцию, она очень удивилась, сказала, что она читала клинические рекомендации. Поэтому наши клинические рекомендации читаем не только мы, Алексей Сергеевич, но и многие пациенты. Это очень хорошо. Таким образом, в заключение я хотел бы сказать, что резекция почки для локальных форм Т1А, Т1Б и Т2, извините, является до сих пор стандартом лечения почечного клеточного рака, демонстрирующая онкологическую безопасность и сохранение функций почки. Уже достаточно давно резекция почки является самым распространенным и широко применяемым подходом для хирургического лечения. И безопасность резекции почки при Т3А обсуждается, как выясняется сейчас во многих уже исследованиях, которые предполагают эквивалентные абсолютно онкологические результаты при сравнении этих двух групп. Опять же, как и предыдущий докладчик, большое спасибо, уже озвучил практически все мои доводы и выводы. Мы как хирурги, конечно, должны стремиться совершенствовать свою, во-первых, хирургическую технику, во-вторых, более часто и более полноценно использовать современные методики 3D-планирования, 3D-моделирования. Ну и, конечно, нам нужно большее количество больших крупных рандомизированных исследований, но в которые, как я вот уже подчеркивал, попытаться все-таки включать пациентов с этой стадии на дооперационном этапе, наверное, это было бы очень интересно. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...